МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем раньше ребенок слышит язык, тем он быстрее начинает его понимать и разговаривать на нем. Сегодня все чаще детей начинает обучать языку еще задолго до школы. Все потому, что именно в дошкольном возрасте все, что дети слышат, воспринимают наиболее быстро. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Язык. Ключ к познанию мира». И сегодня мы поговорим о том, почему так важно изучать языки с раннего возраста. Республика Казахстан в силу исторических, геополитических причин является многонациональным государством. На его территории проживают представители свыше ста народностей, которые общностью судеб призваны на существование и дальнейшее развитие по принципам межитнического мира и согласия. Сегодня каждый гражданин Казахстана может говорить на своем родном языке, соблюдать традиции своего народа. Но развитие государства невозможно без решения вопроса развития государственного языка. С каждым годом потребность в изучении казахского языка возрастает. Это в полной мере относится и к дошкольному периоду. Все учебные организации страны реализуют закон о языках в Республике Казахстан. Сегодня мы говорим о полиязыче, сегодня мы говорим реально о трехязыче. Конечно, роль государственного языка сегодня для нас является основополагающей, потому что суверенный Казахстан, любое суверенное государство, он существует в рамках своей государственности, когда существует язык, когда существует культура, когда развивается наука этой страны. И в этом плане во всех наших детских садах есть программа по изучению казахского языка. Надо сказать, что группы с казахским языком обучения, детские сады с казахским языком обучения, и воспитание параллельно учат наших детей русскому языку, английскому языку. И наоборот, детские сады с русским языком обучения учат детей начальному образованию казахского языка и английского языка. Поэтому я думаю, этот вопрос, он сегодня актуальный, однако он целенаправленно, динамично развивается. Я так думаю, потому что сегодня большой интерес. Сейчас у нас дети, посмотрите по садам, любой национальности стараются говорить на казахском, читают стихи, говорят поговорки, сказки и так далее. Поэтому я думаю, данный вопрос, он всегда будет на контроле. И в принципе, данный язык, казахский язык, он является на сегодня, я считаю, консолидирующей силой вообще нашего общества, в том числе даже среди наших маленьких детей. Сейчас огромное внимание уделяется изучению казахского языка с ранних лет. Чтобы выучить казахский язык и достичь его понимания, необходимо начать его изучение в начале пути, когда ребенок сделал первый шаг к самостоятельности, пришел в детский сад. Начиная с детского сада, необходимо привить любовь к родному краю, к культуре казахского языка. Применяя во время учебной деятельности билингвальный компонент, можно заложить крепкий фундамент для изучения казахского языка ребенком дошкольного возраста. В нашем детском саду на сегодняшний день воспитывается 420 детей. Проектная мощность нашего детского сада на 360 мест. В данный момент у нас работает 16 групп. У нас занятия проводятся полностью на государственном языке. Помимо занятий у нас еще в нашем детском саду работают специалисты, учитель английского языка, учитель русского языка, работает с детьми хореограф, есть учитель по рисованию. Занятия у нас все проходят в игровой форме. Очень эффективно пошаговое обучение языку. При этом первый шаг – обучение фонетике. Ведь именно фонетика – основа изучения любого языка. Правильное произношение специфических казахских звуков необходимо отрабатывать в возрасте с 3 до 6 лет. В этом возрасте дети наиболее восприимчивы к правильному произношению звуков. При этом информация будет лучше усваиваться, если обучение проводить в форме игры. Важно обучать детей элементам разговорной речи. Например, научить детей здороваться и прощаться на казахском языке. Приучить к элементарным фразам общения. При грамотной организации учебных занятий дети с легкостью усваивают новые знания. Чем раньше ребенок начинает изучать язык, тем легче его усвоить. Убеждать в необходимости знания казахского языка сегодня никого не нужно. На современном этапе развития общества обучение государственному языку становится одним из актуальнейших вопросов дошкольного образования. Система двуязычного обучения в детском саду предполагает практическое владение ребенка казахским и русским языками, как средствами общения. Изучение языка – дело непростое. Однако всем известно, что человек, знающий несколько языков, становится духовно богаче. Сегодня при обучении казахскому языку педагоги дошкольных учреждений ставят определенные задачи. Научить детей с помощью игры понимать обращенную речь, уметь вступать в контакт с окружающими, используя простейшие речевые средства, выражать свои мысли и впечатления, активизировать слова. Роль игры сегодня очень важна при обучении казахскому языку детей дошкольного возраста. Ведь играть и через игры познавать окружающий мир – естественное состояние для ребенка этого возраста. В это время у детей преобладает нагляднообразное мышление. Поэтому очень важно не только рассказывать, но и показывать. Для этого необходим различный наглядный материал – картинки, игрушки, кубики, лото, книги. На первом занятии дети учатся называть предмет на казахском языке. На следующем этапе дети описывают предмет, называют цвет, читают и так далее. При этом на протяжении всего периода обучения необходимо непрерывное повторение пройденного материала. Обучение детей казахскому языку с раннего возраста сегодня предусматривает государственный стандарт дошкольного воспитания и обучения республики. Целесообразность обучения именно с этого возраста обусловлена тем, что этот период развития ребенка характеризуется интенсивным формированием познавательных процессов. Более быстрым и легким, чем на последующих ступенях – усвоением умений и навыков. Успешному усвоению языка способствует и ряд психологических особенностей, присущих детям-дошкольникам. Высокая восприимчивость и активная память. Мен динозаврdy-жиналдр жақсы көремін. Мы нау «стегазавр», мы нау «деплайодопс», мы нау «диметрадопс», мы нау «акелазавр», мы на «теранозавр» «рекс», мы нау «профиозавр», мы нау «трислитар» «Опс». Субтитры создавал DimaTorzok В Печне обусловили разработку программно-методических материалов. Они составлены по-разному, но многие из них преследуют цель приобщения ребенка к истокам казахской народной культуры через обучение элементарному общению на казахском языке. Здесь, прежде всего, педагог ставит перед собой задачи по формированию навыков разговорной речи и аудирования. Немаловажно формирование нравственных отношений между детьми, социальных чувств и самостоятельности посредством участия детей в традиционных казахских обрядах, праздниках, играх. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня все большая заинтересованность в изучении государственного языка детьми проявляют их родители. Являясь частью учебного процесса изучения казахского языка, становится одним из основных компонентов образования. Это не только ускоряет формирование языковой компетенции, но и положительно влияет на общее развитие ребенка. То, что попали сюда, рады, потому что ребенок знает казахский язык. Вообще, с такого возраста очень легче изучается язык. Вот сейчас ей пять, и она уже у меня знает казахский язык. И все удивляются, откуда знает казахский язык, когда в семье никто не разговаривает. Вообще, так как живем в Казахстане, казахский язык важен сейчас и при поступлении, и на работу, и в дальнейшее обучение. Я довольна, что мой ребенок сейчас ходит в этот садик, потому что изучает казахский язык. Дома мы каждый день общаемся на казахском, но на столе мы общаемся на русском, на английском. Спрашивает, если не понимает, друг друга учим. Ну, как сказал наш президент, не только государственный язык важен, но и другие английские и русские, они совместно ведут. Ребенок должен учиться с маленького возраста, потому что он дальше, когда в школу поступает, ему легче дальше обучаться. Я считаю, что с малых лет нужно, чтобы ребенок изучал казахский язык, потому что в таком возрасте они лучше начинают понимать казахский язык. И ребенок должен знать казахский язык, как ему пригодится в дальнейшем этот язык. Потому что все-таки в Казахстане мы можем поехать, поэтому и ребенка отдали сюда, чтобы он изучал родной свой язык. Мы отдали в казахский садик специально своего ребенка, чтобы он в совершенстве знал казахский язык, потому что живем мы в Казахстане, хотим, чтобы он в совершенстве знал. У нас уже он разговаривает, хотя ходит всего полгода ребенок. Речевое развитие дошкольников характеризуется рецептивным и в определенной степени репродуктивным двуязычием, то есть восприятием и пониманием казахской речи и воспроизведением некоторых ее элементов. Казахский язык для детей осознается в обществе не только как государственный, но и как родной. Большинство педагогов, психологов, методистов считают необходимым введение раннего обучения языка в дошкольных учреждениях, так как именно в этом возрасте формируются базовые качества личности. Закладываются основы физического, нравственного, умственного развития. В условиях развивающегося полиязыча детей приобщают к изучению сразу трех языков – казахского, русского и английского. Музыка Светать небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, это речи и беседы, это дедушкин алибом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Я имею свой большой педагогический стаж, стаж мне 21 год, работаю с детьми, я все больше, вот как бы все больше у меня складывается мнение о знании языка, чем раньше, тем лучше. То есть вот ребенок начал говорить, к 3 годам как бы у него речь уже поставлена, у ребенка должна быть поставлена, ну это вот нормальное как бы явление, я не исключаю там такие отдельные возможности. В 3 года можно начинать с ребенком изучение иностранных языков, я не считаю, что это рано, чем раньше, тем лучше, чем раньше мы занимаемся с детьми, а вообще речи обучать ребенка надо начинать, вот как только он родился, речи надо обучать. Почему мы говорим, что дети у нас плохо разговаривают, не только на иностранных языках, но и вообще на своем родном языке, мы сейчас очень мало общаемся с детьми. Раньше читали сказки, рассказывали бабушке свои устные какие-то сказки, вот и всевозможные там и рассказы, и случаи, да все что угодно. Были большие семьи, у детей был большой круг общения, они имели возможность научиться разговаривать правильно и вовремя, а сейчас в семье, как правило, 1-2 ребенка, максимум 3. Дети не имеют возможности общения такого, как на должном уровне, более того, это большой минус, конечно, родителям и родственникам, которые мало общаются с детьми, мало разговаривают. Вот, а вообще, вот чем раньше, тем лучше. Читать надо сказки ребенку, мы говорим, да он не понимает ничего, он все понимает, все понимает абсолютно, даже эти иностранные языки. Вы обратите внимание, когда дети смотрят мультики, которым на погоде, если мы уже разговаривали, достаточно хорошо и понятно, да, вот такая связанная речь, как бы и понятные слова произношения, смотрит мультик, если там какие-то иностранные слова возникают, он их повторяет, согласитесь, либо песни, которые пропеваются, да, и вот он слышит и неоднократно, причем вот не так часто, но несколько раз, и ребенок сразу вспоминает, у него память быстрее схватывает и реагирует ребенок лучше в раннем возрасте, чем вот позже. Внимание к казахскому языку, как к главному элементу национальной культуры, органично и целесообразно воспитывать именно в дошкольном возрасте, когда усваивается разговорный язык, связанный с бытовой сферой общения и с окружающей действительностью. Такое представление казахского языка интересно и детям других национальностей. Следовательно, уже в дошкольном учреждении детская группа приобретает объективное представление о родных языках и культурах, при этом с первых дней пребывания ребенка в детском саду у него воспитывается уважение и интерес к казахскому языку, как к государственному. В дошкольных организациях Казахстана осуществляется систематическое обучение детей казахскому языку со второй младшей группы в возрасте 3-4 лет. Цель обучения в этом возрасте прежде всего – формирование готовности к изучению государственного языка, стремление к общению со взрослыми. На этом возрастном этапе педагог ставит определенные задачи – учить детей воспринимать и понимать названия игрушек, предметов быта некоторых животных, учить понимать элементарные вопросы, например, вопрос «Менауне», учить отвечать на вопрос в виде короткого предложения, например, «Менау, ДОП». В общем, на протяжении всего воспитания и обучения ставятся такие задачи, как формирование устойчивого, заинтересованного, уважительного отношения к государственному языку, воспитание правильного произношения специфических звуков казахского языка, формирование элементарной диалогической и монологической речи, воспитание культуры общения, обогащения и активизации словаря. Казахский язык дети осваивают через развитие связанной речи, воспитание звуковой культуры речи, словарную работу, формирование грамматической стороны речи. В дошкольных учреждениях в первую очередь обращают внимание на изучение государственного языка детьми других национальностей, на тех, у кого при изучении нерадных языков возникают определенные трудности. Первоначально большое внимание должно уделяться словарному запасу ребенка. При изучении новых слов преподаватель должен делать акцент на стилистику и словарь. Сегодня для изучения языка активно применяют программы «Бызмиктепкебарамас», «Мы пойдем в школу» и «Зирек». По этим программам обучают детей согласно их возрасту. Самый оптимальный возраст для изучения казахского языка – с 3 до 5 лет. По этим программам первоначально развитие разговорной речи, поэтому дети в первую очередь должны изучать алфавит казахского языка, должны знать, как правильно произносить каждую букву. Воспитателю необходимо научить детей правильно произносить звуки. Далее следует второй этап, когда после многократных тренировок по произношению звуков речи малыши изучают новые слова. Здесь активно используются наглядные пособия. Благодаря им детям проще понять значение новых слов, ведь при усвоении нового материала действует не только слуховая, но и зрительная память. Словарный запас должен пополняться ежедневно. Каждый день необходимо изучать новый материал, при этом не забывать повторять пройденный. В момент, когда дети имеют достаточно большой словарный запас, они могут учить стихотворения, поговорки, скороговорки, пословицы, тем самым развивают разговорную речь и даже стилистику языка. Таким образом, они снова тренируют память, мышление, внимание и, конечно же, речь. Только когда речь достаточно натренирована, педагог может усложнить задачу. Здесь уже воспитатели могут проводить с детьми дидактические игры, задания по карточкам. При этом необходимо мотивировать ребенка. Воспитатель дает детям четкие задания. Слушай, показывай, повтори, что лишнее, переведи. Для развития разговорной речи дети составляют предложения с определенными словами. В старших группах задания более сложные. Дети составляют предложения и рассказы по картинкам. Практикуется постановки сценок. При этом, столкнувшись с иностранными текстами, дети должны уметь переводить их. Причем заниматься они должны не только в детском саду, но и дома. Не стоит забывать, что активное участие в обучении и воспитании детей должны принимать и родители. Что касается изучения иностранных языков, во всех регионах республики, включая наш, в дошкольных учреждениях в большинстве обучают английскому языку. Он включен в расписание занятий. Ведь благодаря изучению иностранных языков дети получают разностороннее развитие. В каждом детском саду республики созданы кабинеты казахского языка, в которых собраны элементы предмета казахского быта, культуры казахского народа, детская художественная литература на казахском языке, дидактические материалы. Процесс обучения дошкольников казахскому языку реализуется педагогами, водящими двумя языками – казахским и русским. При изучении языка особое значение имеет речь педагога, так как ребенок усваивает ее практически по подражанию, заимствуя лексику, стиль, тон и манеру говорить. В этом смысле речь педагога для ребенка – образец, поэтому первое требование к речи взрослого – соблюдение всех лексических, грамматических и произносительных норм. Дети дошкольного возраста особенно восприимчивы к фонетике и интонации речи, поэтому основной задачей начального этапа обучения является формирование у дошкольников навыков правильного произношения. Обучение правильному произношению специфических звуков может быть успешным в том случае, если дети научатся самостоятельно контролировать свое произношение и как можно раньше отличать корректное от некорректного. Большую роль в формировании навыков правильного произношения играют песни и выразительное чтение стихов на казахском языке, которые успешно применяются в практике дошкольного образовательного учреждения. С их помощью у детей формируются аудитивные навыки, совершенствуются навыки иноязычного произношения. Песни и стихи также служат для создания благоприятного эмоционального настроя, средством релаксации и выполняют развивающую функцию, содействуя эстетическому воспитанию детей и раскрытию их творческих способностей. Разучивание песен, стихов, рифмовок призвано поддержать интерес детей к изучению языка и закрепить навыки произношения. Обучение детей казахскому языку проводится в форме увлекательных игр с использованием игрового, песенного материала, видела и аудиооборудования наглядных пособий. Дети знакомятся с миром казахских слов, звуков, произносят свои первые слова на изучаемом языке. Дошкольники особо восприимчивы к фонетике и интонации речи, способны понимать смысл сказанного. В игровой форме второй язык выполняет свою функцию – быть средством общения. Все большую роль в современном образовании играют технические средства обучения. Использование компьютера является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения. Интегрирование обычного занятия с компьютером позволяет педагогу сделать процесс обучения дошкольников казахскому языку более интересным и интенсивным. Весь процесс обучения казахскому языку выстраивается как процесс удовлетворения личностных, познавательных, игровых потребностей ребенка в интересном общении со взрослыми и сверстниками. Поэтому на начальном этапе в дошкольном возрасте коммуникативная направленность в обучении казахскому языку реализуется в игровой форме. В процессе игровой деятельности дети получают новые знания, применяют имеющиеся, развивают навыки и умения, необходимые в учебной деятельности. У детей возникает связь между словом и предметом, фразой и действием. Формируется привычка изъясняться на казахском языке, что способствует в дальнейшем преодолению языкового барьера, который мешает изучению второго языка. Формируются речностные качества, складывается отношение к действительности, людям, усваивается правило поведения и речевой этикет. Формируется привычка изъясняться на казахском языке, что способствует в дальнейшем преодолению языкового барьера, который мешает изучению второго языка. Работа, направленная на изучение государственного языка детьми дошкольного возраста, проводится сегодня во всех детских садах республики. Дети обладают казахским языком не только на специально организованных занятиях, но и в повседневной жизни. Наша дошкольная организация номер 6 ШУПАН является одним из первых детских садов с казахским языком обучения. То есть продолжается по сей день. Помимо нашей дошкольной организации номер 6 ШУПАН ведет обучение согласно государственному стандарту, образовательному стандарту по программе. Также дополнительные программы это Зиреппала, Аллашхакадам и Безбектике Барамас по этим программам. И также уделены часы, уделяются часы и русскому языку, и английскому языку. То есть совместно с этим наша дошкольная организация номер 6 ШУПАН ведет программу по программе патриотического воспитания средств музейной педагогики. Ну, конечно, при общении ребенка к языку необходимо семье, потому что семья это изначально дает воспитание, ну и в последующем детский сад, школы и так и далее. Детский сад, конечно, в основную часть проводит ребенок в детском саду, дополнительно работают педагоги, воспитатели. Тесно идет такое сотрудничество. Полноценное владение казахским языком, максимально подходящее для этого период, в формировании у детей способности успешно строить со взрослыми и со сверстниками коммуникацию, является необходимым условием развития личности ребенка. Это была программа «Язык. Ключ к познанию мира». Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова